Привет всем! Сейчас вы сможете посмотреть видео, которое не планировалось для публикации к просмотру, и тем не менее мы решили показать его. Видео содержит фрагмент беседы жителя города с депутатом в местном отделении КПРФ Николаевского района. И обсуждается тема того, что вся страна отмечала в январе годовщину смерти Ленина. Сто лет! Как такое получилось вообще? Получается, об этом мы говорили в городском комитете. Ну и делаем пальцы вверх, просматриваем видео или не делаем. Вопрос касается празднования дат смерти. Итак, видео. Получается, сегодня идем по улице, и холодно, холодно, короче, люди идут. И все такие, что-то каждый разговаривает сам с собой, но ощущения складываются. Просто люди идут, руки мерзнут, там все на связи, как бы все, ну, движение. У каждого, вот эти, как у ушах, эти Wi-Fi. Бананы? Бананы? Ну да, но они идут, ну холодно, телефон у уха держать. Так с телефоном идешь, понятно, человек разговаривает. А так он идет, да, что-то да, говорит. И вот так вот идут, идут, ходят, значит там. Бредово, да, бредово. Такое, знаешь, и каждый сам с собой разговаривает. И такое, складывается ощущение, что ты где-то находишься, у тебя как бы тоже нету, какая-то нематериальность. Вот, что-то такое. Как во сне, блин. Ну, так я, а я шел как бы и думал, ну знаешь, о чем? Вот сейчас повсеместно, как бы мы не исключение тоже, такая вот повестка отпраздновать, отметить, вернее, провести, нет, неправильно, провести мероприятие, ну, по сути, да, ста лет со дня смерти Владимира Ильича Ленина. Сталик? Я что-то подумал, мне, я, честно говоря, в моей голове не укладывается, мы как-то привыкли к разночить, дни рождения, я даже вот... Подвиги. Подвиги. Съезды. Да, такое, что-то вот, 9 мая, 9 мая нам взяли, превратили в траву. Ну, 23 февраля, ближе к Ленину. 23 февраля, так же, как и 8 марта, мне бы не хотелось эти вообще вещи трогать, там, вообще... Ну, неважно, главное, что цель победы была достигнута, в смысле, мир с немцами подписан, и Ильич в этом участвовал. И они, немцы, оказались не на Урале, а там все любимые западения свои. То есть, ну, это да, ты имею в виду. Ну, а ты сам как думаешь, ну, как можно праздновать, я не понимаю, столетие гибели Ленина? Американцы должны праздновать. Отмечать. Ну, они-то, да, конечно, они должны отмечать. Они должны отмечать, и это самое... 22 июня должны они отмечать, потому что, да, они напали на нас. Гитлев, что ли, напал? Да, американцы и напали на нас. Да нет, тут я думаю... Чтобы потом подписывать ленд-лист, чтобы потом качать на бабло и прочее, прочее. Ну, что, разве не так это? Сейчас вот Серега придет, скажет. Слушай, ну, это, я думаю, какое-то религиозное тут больше всего подоплека отмечать. Ну, что, поводов нету, что ли? У нас календарь заглянуть, выйти там в интернет, у нас победа на победе, и каждый это самое. Я вот тоже 22 июня, там, день трауры. Ребята, ну, я бы сейчас с удовольствием таком мотивнулся. Если у нас календарь посмотреть, сколько на нас напали, где, кто и когда, и по местечкам, нам два раза в день, блядь, круглый год надо в трауре выйти. То есть, ну, чушь какая-нибудь. Ну, да, да, да. То есть, а что бы не как, ну, давайте, крон принца там, сербский, там, сербский этот застрелил там терроризм, когда Первая мировая началась, там, что бы этот день трауры нет. Сколько народу погибло, там, Первую мировую, не меньше, а потом с ней впоследствия. А вот это, я считаю, это религиозно, знаешь, это вот, Рома, это как, типа, вот есть что-то красивое, святое, и помаленьку надо это, как бы, испортить. Знаешь, там выщербить, там выщербить, отметят то, что смерти не отмечают, там, то есть, мы-то, нам пустили какую-то разнарядку смерти. Кто отмечает смерть? То, что мы, ну, подчиняемся, ну, да, это нормально, а то, что мы отмечаем сами себе трагедию, ну, это, это ненормально. Я не знаю, я против этих вещей, вот этих, отмечать вот эти вещи. Это когда религиозно. Что за мероприятие? Нет, вы идите в церковь, там, сделайте молебен, тогда, я не знаю, но Ленин был атеистом, хотя я считаю, что атеизм, это тоже религия. Не, ну, может человек православный пойти и сделать... А почему бы православным за атеистов не помолиться? Или за мусульман? А мусульман за православность это нормально все и считают. Вопрос сферы, это очень серьезный вопрос. Уважение. Нет, нет, ну, отмечать, это какой-то я вот находил. Мне вот вчера тоже... Извращение, это, короче. Извращение, какой-то, какой-то, знаешь, какой-то этот самый... Какой-то... Как мухи на белом потолке, вот такая фигня получается. Помаленьку, помаленьку, а не ее незаметно. Одна, вторая, третья прилетела, смотришь, залетать, и весь потолок засрали. Вот это, знаешь, как светлая, светлая, светлая какая-то вот такая идея, и вот они постепенно там... Это засирало мужчину. Нет, ну было от кого поучиться? Смотри, вот даже, честно говоря, уважаемый Ярослав Гашек, вот помнишь, да, с чего начинается это? Кокнули нашего Фердинандика, да? Помнишь, Ярослав Гашек, с чего начинается? Показание, браво солдата Швейка. Ну там, да. И там сидит полицейский, и, короче, за всеми записывает. Да вот, говорит, а что это вы, говорит, убрали в портрет государя-императора? А как, говорит, убрал? А мухик, говорит, его, всего, извините, обгадили. Все, и за это, за то, что мухи обгадили, тот на карандашах, и все, потом, все. Он, говорит, что встает, этот пивной, ну, это, как пивнушки в чашечке. Такое удостоверение показывает, я вас. Шпик, шпик. А, шпик, 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 да, шпик. Так, ты, 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 уже входит расчет этот, этот шпиковский. Ты, 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 а я-то за что, трактирщик? А на то, что мухи засидели, государя-императора, вот такое вот, да? Ну да. Где вот в этом аналогия? А я вот вижу аналогию. Это вот надо интересно, кто спустил, на каком собрании спустили. Вот кто был инициатором? Видишь, партия, чем хорошо, есть протоколы собраний. И каждый может предложить, вот. А ты думаешь? Это, это не думаешь, это можно напрямую. Надо запрос сделать. Сто процентов. Ну, потому что мне это вообще никак. Не, ну, мы как же, мы по уставу даже, если, я вот, допустим, я поддерживаю в этом, что это, ну, это засиралово. Мужчина какой-то. Мужчина помаленьку, помаленьку, знаешь, испортишь, что это, это все равно, что как в концлагере, блядь, будут праздновать, там, я не знаю, там, вот, 22 июня будут в концлагере праздновать. И все будут праздновать, да. Не, ну, тут-то такие аналогии-то не проводили. А почему нет? Это просто совсем, да, но я считаю. Нет, я имею в виду, что, я, знаешь, что имею в виду, что люди этой партии, созданные, да, и руководимые, через сто лет будут праздновать смерть, или отмечать смерть. И те, кто стоит наверху и дает, там, по иерархии, эти указания, это, получается, мы оплачиваем собственные похороны. Ты говоришь, с таким прицелом, если так оно пойдет, извините меня, то через сто лет уже не то, что, просто некому будет праздновать вообще ничего. Не смерть, ну, я имею в виду, среди вот этого народа. Не, ну, это, это, я считаю, какая-то либеральная прокладка такая. Подожди, ты что, пишешь, что ли? Ну-ка, все завязывай эти вещи, это не для, это не для, это самое, это не для... И все-таки, что касается жизни великих людей, которых уже нет с нами, нам ближе дата их рождения, именно поэтому мы их и празднуем. Например, в апреле 2024 года мы будем праздновать 154-ю годовщину со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Коммунисты Николаевска-на-Амуре и жители Николаевска-на-Амуре отметят этот день ленинским заплывом, который, если не помешают административные стратегии, состоится в бассейне спортивного комплекса «Атлант». К слову сказать, ленинские заплывы в Николаевске-на-Амуре взяли начало в 150-летнюю годовщину рождения Ленина при поддержке ХКО КПРФ Валерия Петровича Писаревского, Эдуарда Иосифовича Счиславского и его команды пловцов детской спортивной школы «Орлан». Ну и, конечно же, видео было бы неполным, если бы я не упомянул наш замечательный отдел по работе с молодежью и наш спортивный комитет, который, в общем-то, одно, единое, целое, монолит. Это наше местное самоуправление, которое так замечательно помогает нашему городу развиваться. Роман Зайцев, Живу на ДВ.